Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре. Тему вебинара вы видите на экране и вести ее буду я, консультант-аналитика ДНС Галина Гардышева. Сегодня у нас очень интересная с вами тема, это про первые шаги в освоении, выборе бухгалтерии или какой-то другой программы из семейства 1С. Я хочу немножечко рассказать, как мы с вами проведем сегодняшнюю встречу. Программа нашего вебинара сегодня, сейчас вы видите ее на экране. И, соответственно, некоторое время мы с вами поговорим об разных аспектах применения программы, о их возможностях, о тонкостях. И посмотрим в качестве иллюстрации несколько слайдов. После этого мы перейдем уже к самой программе и будем, так сказать, ножевую ручками трогать и все, что в ней находится, смотреть и пробовать на вкус. Итак, мы начинаем. Обычно проблема, которая становится перед любой компанией, это как построить бухгалтерский учет и вообще учет на предприятии управленческие, налоговые, ну и, соответственно, все какие есть. При этом достаточно часто у нас возникает вопрос, какую программу нам надо. Потому что достаточно много людей, к сожалению, весьма поверхностно представляют себе структуру и состав семейства программ 1С. Ну, допустим, все слышали, что бухгалтерия, но о том, что есть несколько разновидностей с разными функциями для разных предприятий, знают, к сожалению, не так много людей, как нам хотелось бы. На самом деле, именно бухгалтерий, основных, можно так сказать, назвать можно три. Но кроме этого, есть достаточно много и прикладных решений, и совместимых. Ну, то есть возможность расширить функционал достаточно большая. Главное определиться, что требуется для вашей программы. Ну, и сейчас уже жизнь не стоит на месте, она двинулась сильно вперед, и уже не только для бухгалтеров требуется эта программа. А уже и руководителю хочется держать руку на пульсе и понимать, о чем речь, ну, скажем так, не вдаваясь в профессиональный слынг. Поэтому начнем мы именно с того, какие бывают программы, что вот в таком большом выборе, в котором теряешься, что же можно, какие путеводители и какие маршруты выяснить. Первонаперво следует ориентироваться от того, какой у вас бизнес. То есть, если это не крупное предприятие, например, торговое, или небольшое ИП, или не крупное предприятие, у вас предполагается, что с бухгалтерией, с бухгалтерскими документами будет заниматься один человек, и вам не требуется каких-то хитрых документов или необычных процессов, то в этом случае вам подойдет программа 1С базовая. Базовая – это, значит, ну, практически среднее, что-то между калькулятором и помощником, потому что базовая программа предполагает, что в ней ведется только одна организация. Работает один бухгалтер, то есть лицензия на одного пользователя. И стандартный набор документов, в основном торговых и зарплатных. Следующая, так сказать, ступенчика – это бухгалтерия проф. У нее гораздо более широкие функции, и она позволяет больше вариаций, так сказать, уже на более сложные схемы. И, наконец, третий вариант – это бухгалтерия корп, которая позволяет, кроме традиционных, которых мы уже все знаем и любим, возможностей, работать с госзаказами, работать с обособленными подразделениями. Сюда включен замечательный раздел диспетчеризации. Ну и несколько других очень интересных плюшек, как для бухгалтера, так и для руководителя. Что же на самом деле могут программы? На самом деле, небольшая, так сказать, маршрутная карта, которая у вас сейчас на экране, поможет немножко сориентироваться. Есть бухгалтерия для одного. То есть в этом случае программа привязывается к ИНН организации, один пользователь и одна организация. То есть, так сказать, самый простой вариант. И рассчитан он на то, что вы стартуете только, то есть у вас небольшие обороты, у вас небольшой документооборот, и вам не нужно каких-то сложных схем и аналитик. Следующий базовый, про который я уже говорила, вот можно представить такой схемкой. Он позволяет в основном работать с упрощенкой или с небольшими тоже предприятиями, которые, которые, может быть, чуть-чуть выросли, чем бухгалтерия для одного. Бухгалтерия для одного – это когда сам директор, сам бухгалтер, сам себе режиссер и так далее. А базовая бухгалтерия – это уже когда из этой ступенечки перешли на другую, когда уже есть профессиональный бухгалтер, то есть руководитель уже не мечется один в разные стороны. Здесь на картинке вы видите примерный уровень цен, чтобы можно было сориентироваться. Цены могут немножко варьироваться в зависимости от ситуации на рынке, но примерно дает представление о том, что и сколько стоит. Бухгалтерия проф – это уже практически, это на самом деле основная программа, с которой большинство работает, и самая знаменитая, если можно так сказать, потому что она охватывает все сферы учета, не имеет ничего лишнего, то есть она позволяет вести денежные операции, банковские, кассовые операции, позволяет рассчитывать зарплату простую, то есть кадровый учет, ну, самый простой, то есть прием, увольнение, отпуск и расчет зарплаты без расчета среднего заработка, соответствующие случаи, когда он применяется, тоже здесь не оформляются, то есть позволяет вести учет, но в несколько упрощенном виде. Если хочется вести учет по полной программе, то есть со сменными графиками работы, со средним заработком, например, с фиксацией отсутствия на работе, коммунитировок и так далее, то в этом случае следует обратить внимание на конфигурацию 1С, зарплата и кадры. Зарплаты и управление персоналом, если быть более точным, потому что зарплата и кадры у нас это предыдущая версия. И, наконец, бухгалтерия Корпы тоже соответственно для более крупных предприятий, у которых есть филиалы и обособленные подразделения, в том числе выделены на отдельный баланс и там уже более функционально и управленческий учет тоже построен. Но, тем не менее, все семейство из этого блока, из бухгалтерского, это в основном именно бухгалтерские программы, которые рассчитаны на то, что применяется РСБУ, то есть российский бухгалтерский учет, и только в бухгалтерии Корп есть возможность еще использовать и МСФО. Сравнение, скажем так, официальное, такое вежливое и корректное. Вы видите на экране, какая конфигурация, что может и что не может. На самом деле, в принципе, это конфигурация одна и та же, у которой урезаны некоторые функции. И поэтому хочу сказать, что все практически и не только бухгалтерские конфигурации, и зарплатные, и учет склада и так далее позволяют вести в разном объеме управленческий учет, но, тем не менее, для неспециалистов, неспециализированных сотрудников это может представлять некоторые сложности, потому что все-таки специфические термины. Есть другие конфигурации, которые позволяют, например, торговля и склад, это автоматизация склада, в большем роде это управленческий учет. Между всеми конфигурациями в Одинэске предусмотрен штатный обмен данными, то есть из торговли и склада можно выгрузить данные в бухгалтерию, из конфигурации розницы можно выгрузить то же самое операцию в бухгалтерию, и в бухгалтерии же готовится и сдается регламентированная отчетность, то есть отчетность налоговой инспекции во внебюджетные фонды, там ФСС, пенсионный фонд и так далее. Кроме этого, бухгалтерия может работать с другими программами, которые учитывают маркировку товаров, то есть, например, честный знак, эгоиз и так далее. Существуют тоже системы, штатные системы обмена информацией, в этом случае все не так уж сложно и печально, как на первый взгляд выглядит. Тем не менее, абсолютно все конфигурации 1С при всем их комфорте и при всем их удобстве требуют первоначальных настроек. Вот сейчас я вам вывела на экран слайдик, который, в общем-то, помогает сориентироваться, к какому бизнесу вы себя относите и какая конфигурация вам будет более комфортна и более подойдет под ваши нужды. Ну, соответственно, крупный бизнес – это программы типа бухгалтерия, корп, ERP, управление холдингом, то есть там, где требуется уже серьезное, так сказать, согласование между подразделениями, между сотрудниками, жесткое разделение полномочий, достаточно серьезное бюджетирование, формирование плановых показателей. То есть это уже от бухгалтерии корп и выше. Для большинства предприятий, то есть для среднего бизнеса вполне подходит бухгалтерия проф. Собственно говоря, аналогов бухгалтерии есть несколько. То есть можно использовать комплексную автоматизацию, в которую входит три блока. То есть туда входит блок бухгалтерии, блок складской, блок производственный и блок зарплаты кадра. уже в большем функционале, чем в обычной бухгалтерии, даже проф. Подходит это для некрупных производств, то есть без сложного производственного цикла, без длительного производственного цикла, но позволяет учитывать выпуск готовой продукции, перемещение между складами и разные виды торговли, оптовая, розничная. И теперь еще один очень интересный момент. Практически все конфигурации имеют очень подробную и очень комфортную службу сервиса, так сказать. То есть подсказки, помощники и разные дополнительные способы, когда можно помочь человеку сориентироваться, если он, например, впервые попал в эту конфигурацию или просто не специалист, а руководитель хочет посмотреть и проконтролировать, а что же там творит бухгалтерия и что происходит с его бизнесом. Есть вот такого плана путеводителя, то есть, если обратите внимание, здесь идут выделенные жирным шрифтом, если можно так назвать, оглавление, и внутри, что требуется на этом этапе сделать и куда мы при этом с вами попадем. Практически во всех конфигурациях есть блок администрирования или администрирования и НСИ, то есть нормативно-справочная информация, в которой также много дополнительных подсказок, дополнительных визуальных помощников, то есть диаграмм, графиков и так далее. И на самом деле определиться с тем, с чем вы будете работать, нужно в основном руководителю совместно с бухгалтером, потому что очень распространено мнение, что бухгалтерия, вот вы найдете вам бухгалтерию, сами там разбирайтесь, как вы настраиваете, что с ней делать. На самом деле такой подход очень, если сказать политкорректно, не правильный, если сказать не политкорректно, то губительный, потому что в этом случае специалисты именно в ведении учета вынуждены будут моделировать бизнес-процессы, которые проходят в абсолютно не связанных с ними областях, то есть начиная от организации, например, учета автомобильного трансферта, учета склада и так далее. То есть здесь необходимо подстроить бизнес-процессы, точнее наоборот, поставить настройки программы в зависимости от бизнес-процессов. А вот бизнес-процессы придется немножко корректировать в соответствии и с законодательством, и с возможностями программы. Ну, самый наглядный пример – это, например, организация складского хозяйства. То есть для того, чтобы программа корректно делала документы и, соответственно, у вас была хорошая аналитика, необходимо в первую очередь определить, какие склады, их виды, материально ответственные лица по этим складам. Если это идет вопрос об адресном складе, то необходимо, кроме этого, определить порядок, где что лежит, чтобы адресный склад мог работать по номерам ячеек, по номерам стеллажей. Ну, то есть, соответственно, это административное действие. Поэтому сваливать, например, заполнение программы и начальный путь только на бухгалтера – это неверно. Сложные программы, типа уже бухгалтерия Корп, ERP, ну и выше, естественно, требуют не только участия руководителей и специалистов бухгалтерии, но еще обязательно внедрения, потому что все программы очень критичны и очень требовательны к первоначальным настройкам. Если что-то на этом этапе упущено, то практически отключается либо целый блок аналитики, либо какая-то отчетность, возможно, важная в вашем случае, либо вообще программа начинает работать некорректно. И потом уже по заполненным данным и созданным документам корректировать это гораздо сложнее. Иногда вообще нереально начать заново приходится. Итак, переходим мы с вами на живую программу. Но кроме того, что на живой программе мы с вами сейчас посмотрим, где что находится, мне хотелось бы еще один момент акцентировать на нем внимание, если можно так сказать. Это покупка программы, покупка лицензии и регистрация прав на программу. Купить программу можно в нескольких вариантах. Во-первых, это может быть коробочная версия, то есть картинка с большим количеством коробок, которые мы с вами видели уже на слайде. На этой картинке коробки разного размера и с разными названиями. На самом деле содержимое коробки состоит из нескольких книг, установочного диска, ну и соответственно регистрационной анкеты. В регистрационной анкете заполняется какая организация приобрела программу, номер и так далее. Очень важный момент при покупке программы это сопровождение ИТС, информационно-технологическое сопровождение. Кроме того, что это море справочной информации, то есть там очень много справочников, там много юридических сведений, классификаторов, ну то есть все, что практически требуется в работе бухгалтеру, кадровику, юристу, на диске ИТС можно найти. Но там также находится еще и обновление релизов и собственно все, что связано с этим, с установкой программы. Ключ, то есть то, что дает право работать с программой, сейчас можно так сказать в двух вариантах. Это может быть обычная флешечка, то есть физический, так сказать, ключ аппаратный, и может быть записана информация записана на компьютер. В этом случае программа привязана к конкретному компьютеру и называется такой ключ программный. Собственно говоря, у некоторых конфигураций отличаются цены не на много, но все-таки отличия есть в зависимости от того, какой ключ вы выбрали. у некоторых нет, но если программа имеет, например, какой-то выделенный сервер, то есть там какую-то разветвленную систему доступов, то в этом случае естественно это не головная боль бухгалтера, а головная боль программиста. Но если это компания, которая имеет одного бухгалтера или бухгалтерия для одного, когда директор сам делает, то эту информацию нужно учитывать. В случае, если вы потеряли флешечку с ключом, с вашей программой ничего не сделается, вы можете приобрести лицензию или дополнительный ключик и все. А в случае, если что-то случилось с вашим компьютером, на котором установлена программная лицензия, то в этом случае у вас возникнут сложности и пока будет находиться в ремонте или на восстановлении физической, так сказать, техника, возможности работать с программой у вас тоже не будет. Это часто бывает неудобно. И кроме того, что зарегистрироваться, то есть зарегистрировать право приобретения на программу, вы можете и в электронном формате, то есть вы можете купить электронную поставку или можете, если, например, это все-таки крупная сумма для вашего бизнеса, вы можете арендовать в облаке программы, в облачном сервисе. В этом случае вы платите не за стоимость программы, а за стоимость аренды программы и место на сервере, то есть на облачном диске. С одной стороны, это бывает очень удобно, потому что не привязано к месту, можно зайти с любого места, с любого компьютера, но с другой стороны, это зависит от интернета, от его наличия, от его скорости и так далее. В любом случае, выбор, так сказать, есть и выбор достаточно ощутимый. Тем, кто приобретает поставки коробочные, то есть коробку с книжками, с диском и с анкетой, хочу обратить внимание на такой момент, обязательно сохраняйте, копию платежного выключения, которым вы платили за программу, корешок анкеты, то есть она состоит из двух частей, одна часть отрывная, одна часть останется у вас, одна часть пойдет, вы должны отправить ее в компанию 1С, то есть обязательно нужно сохранять корешочек от программы, обязательно нужно сохранять копию платежки, потому что в случае каких-то сложностей, например, необходимость восстановления ключа или еще что-то, эту информацию с вас спросят, а искать, потом перерывать горы документов обычно бывает очень некомфортно, соответственно, если это электронная поставка, то скриншоты, ну то есть сохранить информацию об этом эпическом событии, кроме этого очень важно при первоначальных так сказать первых шагах, когда мы уже купили программу, когда мы уже что-то выбрали и когда мы с гордостью поставили это дело на компьютер, необходимо несколько административных шагов, то есть сделать приказ о том, кто имеет право работать в этой программе, ну если вы один, то сам на себя приказ сделать конечно смысла не имеет, но если у вас есть хотя бы несколько человек, то в этом случае уже стоит закрепить, потому что подписи на документах и так далее, значит закрепить кто имеет право пользоваться, кто под какими правами, потому что обычно полные права бывают руководителя, ну возможно у главного бухгалтера, то есть это лучше всего закрепить административно на бумаге и дать людям расписаться. Обращаю внимание, что пользователи, если например при начале работе пользователем не заданы пароли, это хорошо, но только в редких случаях, потому что если возникает какая-то ошибка, кто-то ну кто-то серьезно ошибся или намеренно ошибся, или возник какой-то сбой, то всегда необходимо выяснить чья ошибка, почему она возникла, то есть либо человек не знал, либо возникла какая-то новая функциональность, либо ну это было просто например диверсия, то есть в этом случае в программе фиксируются конкретные шаги конкретного пользователя и соответственно человек уверен, что под его пользователем уже никто не зайдет, потому что у него свой пароль, а у других людей свой пароль, то есть это ваша безопасность, на это стоит обращать внимание, не стоит про это забывать. Итак, мы с вами все сделали правильно, мы с вами купили программу, проработали бизнес-процессы, у нас есть понимание откуда, что к нам приходит, куда уходит и как мы это должны учитывать, и теперь у нас стоит задача настроить программу и запустить. Повторю еще раз, бухгалтерия базовая, бухгалтерия проф и бухгалтерия корп, они примерно по-одинаковому заполняются, но у проф, естественно, чуть побольше функцию корп, еще чуть побольше, но основные настройки, которые требуются при запуске, чтобы начать работать с программой, у них примерно одинаковые. Первое это внешний вид программы, внешний вид окна. То есть у меня сейчас запущена начальная страница, мы с вами смотреть это будем на демо-базе, то есть демка, на которую уже какие-то данные внесены, чтобы можно было показывать и не отвлекаться именно на стартовое заполнение. Значит, начальная страница, на которой отражаются основные экономические показатели, то есть сколько у компании денег, где, кто кому должен, какие у нас были продажи и, обращаю ваше внимание, методическая поддержка. То есть это очень удачный блок и особенно в том случае, если человек сомневается в каких-то настройках, в каких-то проводках и так далее. То есть есть руководство по ведению учета, информационная система 1С и ТС, то есть это эти самые диски, раньше ежемесячно доставлялись в компанию, компаниями франчайзи, сейчас есть электронный формат, но есть одна тонкость. диски ТС тоже бывают двух форматов, бывает техно и бывает проф. Техно это в основном обновление, это в основном основные, так сказать, ключевые новости и так далее. Проф стоит дороже, но проф включает в себя некоторые сервисы, которые для тех компаний, которые используют техно в поставку недоступны. Ну, например, это использование дополнительных функций, как проверка контрагентов, то есть проверка контрагентов сама по себе функция изумительно удобна, она позволяет не только посмотреть всю информацию про контрагента, то есть кто он, кто его руководитель, кто, когда его создал и менялся, но она позволяет по ИНН заполнить автоматически справочник контрагента, что очень удобно и очень облегчает существенные операции, когда для торговли возникают новые контрагенты или новые места хранения или еще какие-то транспортные средства, то есть то, что у вас по ходу пьесы. Бухгалтера обычно очень ценят этот маленький довесочек. На ИТС проф он может быть использован бесплатно на ИТС техно, а в этом случае вам его придется покупать, порядок стоимости было что-то порядка 5400 рублей, но могут быть колебания небольшие. Точно также есть еще другие дополнительные сервисы, которые можно использовать при том, если вы подписаны на ИТС проф. В отдельный блок выделен мониторинг законодательства, поскольку у нас сейчас законодательство меняется очень быстро, то соответственно помогает вам следить вот этот блок. Кроме этого, в разных разделах есть еще дополнительные помощники, есть дополнительная справочная информация и есть подсказки, которые расположены по ходу заполнения, мы с вами еще на них остановимся и посмотрим, что они в себя включают и как с ними работать. Ну и видите, есть еще так сказать организационный блок, который позволяет вести учет работы по задачам и по основным датам, когда требуется какая-то например отчетность, уплаты страховых взносов и так далее. То есть позволяет вести кроме того, что учет бухгалтерский, управленческий, налоговый, то еще решать вопросы координации и администрирования. Итак, мы с вами попали в бухгалтерию и состоит она, начальная страница вот перед нами, состоит она из нескольких блоков, то есть главное и дальше пошло по разделам. Руководителю здесь достаточно большой перечень в зависимости от того, насколько руководство готово вникать и готово держать руку на пульсе. Здесь есть соответственно много разделов. В меню сервис есть дополнительные отчеты и дополнительные обработки. Ну, например, дополнительные обработки здесь может быть вот именно путеводитель по базе, если вы используете тоже демобазу для того, чтобы сначала освоиться в программе, то это будет в этом разделе. И по блокам видите, есть все, включая зарплату и кадры. Операции. Операции это то, что вводится вручную, то есть не имеет конкретного, конкретной привязки к корреспонденции счетов и то, что требует уже от бухгалтера более высокой квалификации. Это вот операции, введенные вручную. Кроме этого, здесь есть еще несколько разделов. Отчеты в отдельный раздел, вынесенные на справочники и администрирование. Если вдруг вы попали, ну, например, либо на новое место работы, либо не знаете, не можете определить по внешнему виду, какая же у вас стоит конфигурация, то в этом случае можно использовать вот такой путь. видите, две линии с треугольничком и мы с вами переходим в дополнительную информацию. Значит, здесь вызываются функции календарь, калькулятор, операции с файлами и последний пунктик о программе. Значит, здесь все сведения о программе. Если вы сомневаетесь, какой у вас релиз, какая у вас конфигурация, то здесь вы можете все это посмотреть. То есть, вот сведения про конфигурацию, какая у вас конфигурация, какой релиз и так далее. Есть ли у вас какие-то расширения, которые вы уже установили, приобрели, установили. Например, есть расширения для учета автотранспорта в автотранспортных предприятиях. Есть, например, работать с путевыми листами. Ну, то есть, здесь вы увидите, что у вас еще использовано. Ну, и, соответственно, техническая информация по поводу того, у кого какая лицензия, у кого что есть. Администрирование. это, собственно, блок чистой технической информации, на котором задается, так сказать, режим, что мы используем, что мы не используем, и из того, что мы используем, какие мы настройки задаем и хотим видеть для нашей программы. Обычно работа начинается с того, что работа с программой, меню, меню «Главное». Здесь несколько позиций, которые конкретно организационные, но вот меню «Настройки», оно есть и в этом разделе, и в разделе «Администрирование». Хочу обратить ваше внимание, что, кроме этого, в каждом блоке, который вот здесь вы видите, есть возможность еще дополнительно сделать настройки или получить какие-то дополнительные технические возможности, то есть активировать какой-то блок или какую-то часть, которую вы раньше не использовали. И на самом деле точно так же дублируются справочники, то есть, например, в продаже и покупке у нас участвуют справочники контрагентов, поэтому можно и из этого раздела, и из этого раздела попасть именно в этот справочник, то есть не обязательно проходить длинным путем, можно сократить дорогу. И, естественно, в первую очередь, когда мы начинаем работать с программой, мы определяем, сколько юридических лиц мы можем в ней ввести. Еще раз сделаю акцент на том, что в базовом комплекте можно ввести только одно юрлицо. В проф и в корп можно ввести несколько различных юрлиц и так далее. Значит, функциональность. Функциональность это, собственно, можно выбрать основную, если меня не интересуют, например, управленческие действия или там что-то такое. если я работаю только с каким-то блоком, ну, например, только с основными средствами или только с заработной платой. И полное, когда я вижу все разделы, все возможности, так сказать. Обычно это соответствует правам, которые назначаются, ну, например, кассиру совершенно не нужны основные средства и нематериальные активы, так же, как работнику, который работает с зарплатой, совершенно не нужны производственные, допустим, или складские документы. Сейчас у нас установлена полная функциональность и хочу обратить ваше внимание в предыдущих версиях программы, допустим, семерка, там, более ранее, шестерка, про которую уже вряд ли кто-то помнит, был один интерфейс. Здесь можно выбирать интерфейс, мы потом дойдем до этого момента, выбирать интерфейс и он может быть такой же, как на предыдущих версиях, а может быть такси, в чем разница, мы тоже поговорим. И дальше у нас, когда мы выбрали, какая у нас функциональность, начинается работа с документами. То есть каждый флажок, который мы здесь ставим, это включение или выключение аналитики, даже не просто аналитики, а целого блока какой-то аналитики и, соответственно, документов. Под самими флажками с выбором есть подсказочки, что это такое, потому что, во-первых, в разных программах функциональность сохраняется определенных блоков, но может быть просто немножко по-другому скомпонованно. Это особенно на первых порах, если человек работал на другой программе или на другой конфигурации, вызывает некоторые затруднения. На самом деле это просто другая компоновка того, что мы видим на экране. Ну и, соответственно, то, что не может быть изменено, то, что установлено по умолчанию. Вот здесь хочется сказать немножко поподробнее. Банк и касса, то есть учет денежных средств, работа с платежными картами, но сейчас практически все работают с эквайрингом, даже овощные точки, но, соответственно, без этой отметочки мы не сможем работать с платежными терминалами, с оплатой по эквайрингу и так далее. Дальше идет установка возможности работы с онлайн кассами, возможность инкассировать, то есть, если в течение дня в торговую точку приходит, например, хозяин или специальный сотрудник и снимает денежную выручку, то вот этот флажочек позволяет документально оформлять такие действия. Обратите внимание, что если флажочек стоит, то есть еще вот такое поле выделено красным, то есть полный интерфейс. В этом случае предполагается, что функциональность тоже полная. И подсказка, что не может быть отключено в этом случае. Меню запасы. Флажочек использовать путевые листы или не использовать, и соответственно учитывать ли по ним топливо и пробег, вот тоже у нас флажочек. Можем отключить, тогда никто не будет видеть и знать, что это вообще работало. Расчеты. Расчеты достаточно интересный блок. Значит, авансы и зачет авансов мы задаем здесь вот управление зачетом авансов и погашение задолженности. и работа с факторингом. То есть, если компания не крупная, обычно факторинг не используется. Если это, например, не холдинговая структура, а какая-то крупная организация, то здесь нужно поставить флажок, потому что работа с факторингом тоже предусмотрена в программе. очень важный блок это учет договоров, учет по договорам. Есть дополнительная разработка МДМ, которая позволяет вести учет договоров в разрезе практически библиотечного хранения. Здесь немножко более узкий сегмент и получается, что по этим настройкам мы должны определить, что нам надо от договоров. По договорам можно настроить платежный календарь, то есть можно настроить планы обеспечения, то есть когда на основании заказа покупателя с договором соответственно, в котором проставлены например суммы договора или какая-то еще информация, можно строить заказы поставщикам, заказы например на перемещение, то есть складскую логистику планировать и так далее. То есть достаточно широкий спектр и аналитики, и документов, и возможностей для анализа. Учет обеспечения обязательств и платежей это соответственно возможность работать с банковскими документами, то есть гарантиями, поручительствами и так далее. блок планирования, то есть в предприятии планирование ведется в любом случае, в каком разрезе это уже отдельно, чаще всего бывает, что в Excel, но бухгалтерия тоже позволяет работать с планированием. Может быть планирование платежей, то есть расчет с поставщиками и может быть расчет с покупателями, то есть в этом случае мы будем иметь полноценный платежный календарь. Ведение торговли тоже немного в урезанном учете, но в принципе без особых сложных например там сетевых вариантов она позволяет работать с этим блоком. Кроме этого позволяет работать с доставками, то есть в этом случае у нас может быть как наемный транспорт, так и свой собственный. то есть например для внутрискладского перемещения, перемещения между подразделениями и так далее. Поддерживается интернет-торговля, то есть мы ставим флажок интеграция с интернет-магазином и в этом случае мы можем работать, обмениваться и номенклатурой, и соответственно платами и так далее. во всех бухгалтериях, то есть практически все конфигурации 1С предполагают и имеют между собой штатные обмены информации, то есть можно из зарплаты и кадров выгружать информацию в бухгалтерию, из торговли и склада точно так же, можно из бухгалтерии выгружать например платежи в зарплату или в торговлю, то есть двусторонний обмен поддерживается. Даже со старыми версиями, то есть обратите внимание 7 и 7, то есть многие уже не помнят что же это такое было. И позволяет если например работа идет со сборными грузами или так ну когда требуется печать нескольких экземпляров позволяет комплектовать сразу пакет документов. Торговля у нас подразумевается что мы можем работать с несколькими видами то есть обратите внимание розничная комиссионная внешняя ну и обязательно маркировка то есть в переводе на более простой язык розничная торговля оптовая торговля комиссионная торговля ну и еще соответственно позволяет вести учет давальческого сырья правда более в упрощенной форме практически все различия между базовой проф и корп версиями сводятся к тому что в меньшем объеме можно в меньшем объеме вариации по видам торговли по видам операции по видам документов базовая рассчитана только на одного работающего человека на одного на одну организацию на одно юридическое лицо и плюс к этому там невозможно какие-то дополнения изменения проф это самая такая распространенная позволяет делать ну почти все чуть-чуть усечен блок зарплаты и немножко снижена функциональность по торговле ну и по планированию тоже а корп соответственно эти ограничения снимает и в ней уже можно делать достаточно много плюс работать в МСФО с госорганизациями и с обособленными подразделениями что такое обособленные подразделения это соответственно отчетность в разные налоговые инспекции в разные регионы ну чаще всего обособленные подразделения находятся в разных регионах комиссионная торговля это мы уже прошли внешняя торговля это работа с ГТД то есть в случае если мы приобретаем импортные товары которые пересекают границу и которые могут соответственно попадать под таможенный контроль в этом случае ведется учет в разрезе таможенных деклараций импорт и экспорт и соответственно если это экспорт то он позволяет отслеживать принято или не принято налоговой инспекции экспортная декларация то есть с какого момента мы можем применять нулевую ставку обязательно маркировка сейчас сами знаете под нее попало очень много товаров это и меховые изделия и кожаную то есть не только сигареты и алкоголь но и достаточно много других товаров и лекарства и товары для детей поэтому очень актуально становится работа с марками значит вот мы здесь проставляем тоже маркировку то есть используем мы это или не используем производственный блок производственный блок здесь еще раз повторюсь присутствует в немножко урезанном состоянии например в ERP он гораздо более подробный более комфортный но и в бухгалтерии есть такая возможность то есть он позволяет учитывать не только перемещение материала в производстве учитывать спецификации учитывать изменения спецификации выпуск готовой продукции списание по при выпуске готовой продукции материалов которые перечислены в спецификации ну то есть основные производственные документы он формирует и позволяет это учитывать основные средства практически во всех конфигурациях почти одинаковые они предполагают возможность работать с арендованным имуществом то есть не только самим сдавать в аренду но учитывать лизинговые основные средства то есть учитывать лизинг как отдельный блок нематериальные активы то есть всякие наши товарные знаки если организация с ними не работает то естественно можно этот флажок снять но чаще всего все-таки хоть одно нематериальное хоть один нематериальный актив у нас может быть потому что это какие-то исключительные права это может быть какой-то товарный знак ну то есть сейчас достаточно много вариаций что может попасть нематериальные активы чисто практический совет если сомневаетесь лучше поставьте галочку потому что когда вы хватитесь что вам этого не хватает и что вы этого не видите можно не вспомнить про этот раздел работа с кадрами здесь во всех бухгалтериях в основном сокращенный функционал то есть можно оформить прием можно оформить увольнение отпуск больничный и так далее ну то есть самое распространенное оформить договора гражданского правового характера но полностью работу кадровика этот блок не предусмотрен вести то есть например сравнение анкет сравнение образований работа с рассылками и так далее здесь не предусмотрено зато предусмотрена возможность отключить или не отключить договора подряда то есть если вы четко уверены что у вас не будет никаких временных работников то флажок вот отсюда снимается и соответственно возможность работать с таким именно персоналом будет недоступно ну и сама организация значит флажок учет по нескольким организациям доступно уже естественно только в конфигурациях которые предусмотрены то есть проф корп в базовой такой флажок не предусмотрен это мы с вами поговорили о функциональности программы то есть это только первый шаг то есть мы настраиваем вот этим вот разделом только то что у нас будет работать фактически то есть выбираем виды деятельности виды документов которые будем использовать еще раз повторю находится это меню главное есть оно во всех конфигурациях и соответственно настройка функциональности тоже есть это тоже общий так сказать блок который есть во всех конфигурациях и настраиваться примерно одинаково сами организации то есть поскольку в нашем случае мы работаем на проф версии то в организации мы можем добавлять сколько угодно и ИП и КО и некоммерческие организации ну то есть любые организации которые ну которые требуются для ведения учета для того чтобы ну вот очень часто бывает что какая-то организация из этих у нас основная а какая-то ну а все остальные так более-менее вспомогательные и когда открывается журнал достаточно некоторое время надо потратить на то чтобы найти в журнале именно то что требуется в нашем случае какую-то организацию в этом случае есть вот такой удобный функционал мы выделяем какое-то какое-то юрлицо и использовать как основное в этом случае видите перемещается флажок либо выделяется жирным шрифтом данное юрлицо и уже при открытии любых документов оно будет автоматически подтягиваться в шапку документа его можно поменять но уже не придется тратить время лишнее на то чтобы из справочника выбрать то юрлицо которое интересует это можно делать в любом порядке то есть вот сегодня сейчас я например как бухгалтер работаю вот с этой организацией я поставила его как основное и оно у меня автоматически подтягивается во все документы а дальше завтра я буду работать буду готовить информацию и отчетность например для этого юрлица и в этом случае я его назначу основным во всех бухгалтериях очень подробные справочники я абсолютно сознательно в начале сказала вам когда мы говорили про ИТС сопровождения про сопровождение проверки контрагентов которые позволяют заполнить данные по юридическому лицу ну вот например возьмем торговый комплекс то есть это наша организация и это справочники которые связаны с нашей организацией с ведением деятельности соответственно в этом случае мы должны заполнить информацию которая извините которая касается ведения учета если пожар как обычно и надо срочно присрочно то можно заполнить основную информацию а вернуться уже к остальному позже но чисто практический совет информация что про собственные юрлица что про контрагентов что договорах лучше заполнять максимально подробно потому что любое незаполненное поле это либо отключенный блок какой-то аналитики либо некоторые неудобства в работе ну вот самый наглядный пример это префикс то есть когда одна организация ведется в учете там все понятно там на префикс можно не особо смотреть а вот когда несколько организаций что такое префикс в нашем случае то есть это нумерация документов при ну допустим с каким-то буквенным сопровождением в этом случае программа ведет нумерацию в разделе каждого юрлица то есть у каждого юрлица своя нумерация например приходных расходных кассовых ордеров там платежных поручений и так далее если префикс не стоит то в этом случае программа будет делать сквозную нумерацию то есть например первый номер у меня был расходно-кассовый ордер для торгового дома а вот вторым будет например расходно-кассовый ордер для ИПЭТа Иванов Петров Сидоров это всего-навсего вот такое маленькое окошечко где мы должны поставить префикс но обратите внимание в конце каждой строчечки у нас стоит вопросительный знак то есть это небольшая подсказка видите то есть не особо не особо сильно расписывая это для чего нужно заполнить данное поле то есть вот например сокращенное полное номинование номинование в программе с этим тоже очень часто возникает масса сложностей точнее не сложности а непонимания которые сводят на нет одну очень удобную функцию полное номинование используется в документах то есть в печатных формах документов если мы посмотрим по знаку подсказочки вот здесь это будет видно значит фиксируется полное номинование в основном в уставных документах но бывают случаи например работы с банками или оформления банковских гарантий или таможенных документов когда требуется именно полное развернутое наименование сокращенное наименование это то которое используется во внутренних документах и так далее опять же подсказочка где может использоваться это наименование и теперь значит собственно говоря какая отключается функция если мы наименование например в программе пишем точно такое же как вот тут или вот тут в этом случае у нас в журнале документов перестает работать поиск то есть обратите внимание здесь начинаются именно с названия то есть в этом случае вот при таком построении журнала у нас работает алфавитный поиск то есть набирая первые буквы мы можем быстро найти нужную позицию а если если у нас все справочники например контрагентов все контрагенты начинаются с ООО а потом с кавычек то пока их наберешь состаришься но не найдешь нужную позицию поэтому специально на этом акцентирую внимание потому что это очень распространенная ошибка которая осложняет жизнь себе же самому любимому ИНН и КПП то есть если мы используем проверку контрагентов то есть дополнительный сервис который у нас есть либо по подписке ТС либо можно приобрести дополнительно есть вот такая клавиша заполнить реквизиты по ИНН то есть в этом случае не нужно заполнять вот эти все поля достаточно ввести ИНН и нажать вот эту клавишу в этом случае заполнится все абсолютно правильно в нужных полях и именно так как предприятие зарегистрировано в реестре допустим и ГРИП и ГРУ и так далее то есть в этом случае вы уже не ошибетесь нигде не наберете лишний пробел и нигде не перепутаете какую-то цифру например КПП и так далее если предприятие имеет обособленное подразделение то здесь нужно сразу обратить внимание на КПП потому что в этом случае КПП будет несколько то есть в зависимости от того где у вас обособленное подразделение регистрирующий орган в принципе начать можно работать и без него то есть от этого не перестанут формироваться оборотки от этого не перестанет формироваться например кассовые документы и так далее то есть вот это незаполненное поле осложнит вам жизнь в единственном случае когда вы начнете готовить регламентированную отчетность то есть отчетность в налоговую инспекцию в пенсионный фонд ну то есть во вне бюджетной фонды и в налоговые органы вот в этом случае на титульном листе вам уже придется либо вспоминать а где же вы что не заполнили либо заполнять ручками либо придумывать еще какой-то способ как подставить костыль чтобы хорошо сформировалась и правильно ваша декларация здесь опять же по данным из игре можно используя кнопочку заполнить ввести сюда правильное наименование налоговой инспекции так как оно действительно сейчас звучит потому что наименование менялись несколько раз если кто помнит у нас были и МРИФНС и ИФНС и достаточно было разных вариаций дальше выбирается система налогообложения какая у нас применяется в этом случае соответственно получается что у нас есть вариации то есть предприятие может применять несколько систем налогообложений но ЕНВД у нас сейчас нет допустим это может быть патентная система упрощенка общая то есть соответственно в зависимости от того какая у нас система мы выбираем вариант антикризис ну сами знаете что у нас было много достаточно антикризисных документов которые продлевали уплату налогов переносили сроки сдачи отчетности и так далее ну сейчас это уже не актуально но тьфу-тьфу-тьфу будем надеяться что не будет актуально ну находятся это вот настройки налогов и отчетов и дальше идут настройки на изменения по налогам обычно вот эти вот все ставки их заполнять не особо требуется потому что при обновлении программы если какие-то изменения проходили они обновляются но если допустим у вас какие-то есть особенности то заполняется здесь напомню что сейчас это все общие настройки которые касаются всех бухгалтерий которые касаются всех конфигураций то есть то что вам придется заполнять в любой конфигурации мы еще не дошли до специфичных разделов и скажем так то что в дальнейшем мы будем рассматривать тоже касается именно специализированных программ это будет уже отдельный момент налоги на имущество то есть то же самое эти блоки аналогичны тому что были раньше в меню сервис в предыдущих версиях предыдущих конфигурациях то есть здесь ничего принципиально не изменилось изменилось только компоновка на экране и собственно место расположения в самой программе по ставкам НДФЛ это тоже было в настройках предыдущих версий страховые взносы здесь соответственно идет применение какого тарифа то есть к кому мы относимся и если вы уплачиваете какие-то дополнительные взносы может быть у вас там есть шахтеры может быть у вас есть летные экипажи ну то есть соответственно это раздел который касается страховых выносов можно выбрать и остальные налоги которые используются реже но вдруг вам это требуется например при восстановлении учета транспортный налог то есть то что сейчас может и не использоваться вот разворачивается таким образом и вы можете выбирать то что требуется например редко используем допустим водный налог косвенные налоги на импорт на игорный бизнес но вдруг у всех бывает таким образом мы с вами посмотрели настройки налогов и отчетов то есть если мы определились какая конфигурация нам нужна если мы определились сколько юрлиц мы будем в ней ввести если определились с тем что что мы будем к ней подключать может быть кассовое оборудование может быть какой-то какие-то сканеры штрих-кодов может быть еще что-то весовое оборудование ну то есть достаточно много вариантов и мы с вами уже сделали выбор все купили и приступили к практической реализации я просто небольшой дайджест делаю по нашей сегодняшней встрече то есть что мы должны сделать и к чему мы придем после того как это сделаем то есть по-хорошему если это уже более сложные конфигурации то обязательно нужно проверить и проанализировать свои бизнес-процессы построение бизнес-процессов обязательно следует обратить внимание на то что при сложных конфигурациях просто необходимо профессиональное внедрение иначе половину функционала программы можно потерять и вот уже после этого мы идем дальше сейчас я показываю вот эти основные настройки из расчета того что например у вас небольшое предприятие небольшая компания и вы вынуждены делать первоначальные настройки самостоятельно вот в этом случае те разделы на которых мы сегодня остановились они потребуют как бы дополнительного заполнения но если программа все-таки бралась для крупного юрлица для разветвленной сети для обособленных подразделений вот в этом случае просто необходимо именно обследование на предмет соответствия бизнес-процессам документам тому что попадет в отчеты что не попадет в отчеты и как будет при этом организована материальная ответственность поскольку иногда на практике про это забывается и основные функции без которых запуститься мы не сможем еще несколько слов хотелось бы сказать по поводу странички вот которые у нас обозначены главные я повторюсь у нас есть раздел настройки про настройки мы в принципе поговорили налоги отчета посмотрели учетная политика то есть план счетов у нас загружен по умолчанию и ну только если вы вводили например какие-то специализированные субсчета для вашего личного учета ну например у вас 50-й и 0-1 и 0-2 и потом вы хотите еще 0-2 сделать две каких-то подразделенных кассы ну то есть какие-то именно ваши специфические изменения тогда сюда стоит идти учетная политика это собственно говоря то что вы применяете то есть выбор системы налогообложения и учетная политика я повторюсь немножко из административной части то есть каждое предприятие должно каждый год утверждать учетную политику учетная политика утверждается приказом от 31 декабря и вводится в действие на следующий текущий год программе значит если вы ввели учетную политику ну например 1 января 31 декабря позапрошлого года она у вас год проработала и не претерпела изменения то в этом случае вы можете использовать ее и дальше в программе вводить новую учетную политику не обязательно только когда какие-то изменения происходят тогда вносится новая учетная политика но административно так сказать бюрократически приказ об учете приказ обведения учетной политики должен быть ежегодным итак учетная политика способ оценки МПЗ здесь хочу обратить сразу внимание если у нас общая система налогов обложения то у нас это будет посреднее если у нас упрощенка то это всегда фифа то есть first in first out это когда списываются товары материальные ценности по цене первых по поступлению то есть первые вошли первые списались способ оценки товаров розницы по стоимости приобретения или по продажной стоимости ну если у нас розница то соответственно учет затрат будет не 26 а 44 если у нас производство то это будет 20 счет если и П то соответственно будут разные вариации мы задаем будет ли у нас производственная деятельность с выпуском продукции потому что может быть у нас услуги никакой продукции мы выпускать не будем как общихозяйственные расходы то есть включаются в себестоимость 25 расход общихозяйственные расходы это 25 счет и он 26 счет извините и он может либо распределяться на выпущенную продукцию либо списываться сразу на финансовый результат вот сразу на финансовый результат это директ костинг себестоимость продаж а если распределять то соответственно будет себестоимость товаров и услуг себестоимость выпуска то есть обычно используется плановая себестоимость потому что на момент планирования мы еще не знаем во что нам обошлись материалы как скакнула валюта какие мы заплатили там например внеплановые платежи там таможены и так далее поэтому проще установить плановую себестоимость и работать по ней все остальные корректировки произойдут при закрытии месяца когда программа рассчитывает уже фактическую себестоимость и тогда она попадает в отчетность и уже может быть уже можно на нее ориентироваться дальше мы ставим флажки в тех разделах которые требуют требуются при нашем ведении учета учет отложенных налоговых активов волшебная 18 пбл значит хочу напомнить что здесь у нас есть некоторые изменения то есть мы сейчас можем вести балансовым методом раньше такой возможности не было в этом случае мы вот сюда ставим точку и с какого момента мы ну то есть на какой период мы применяем его и соответственно с этого момента балансовый метод все-таки немножечко попроще если вы сомневаетесь в чем он попроще то у нас есть подсказка в чем разница то есть достаточно подробно интересная и грамотная поэтому обратите внимание вот на то что выделено синим шрифтом либо знаки вопросиков либо вот такие вот ссылочки они помогают ориентироваться потому что не каждый день приходится работать со всем массивом информации и допустим при изменениях тоже не каждый сразу про них узнает обычно это происходит когда начинается готовить подготавливаться отчетность и собственно говоря когда уже споткнулся упал и вы где-то есть еще такие подсказочки видите что вообще для чего учетная политика учетная политика у нас существует для бухгалтерского учета и для налогового учета и обратите внимание в печатных формах вот в таких настройках всегда предусмотрена и канцелярская часть и собственно сами эти документы то есть кроме того что мы заполнили данные про учетную политику мы отсюда же можем вывести приказ об учетной политике на печать по бухгалтерскому учету по налоговому учету регистры то есть в принципе вот большинство из этих документов требуется только в случаях каких-то проверок аудиторских там или еще что-то допустим вот учетная политика по бухгалтерскому по налоговому учету она необходима именно в программе именно для ведения корректных расчетов но тем не менее видите блок полностью сопровожден всеми требующимися документами то есть мы можем распечатать и регистры и рабочий план счетов то есть то что раньше приходилось либо в эксельчике либо ручками делать удобная функция когда кроме самих документов ну например приказ об учетной политике приходилось в 90% случаях раньше делать на где-то отдельно на компьютере в экселе там в верде и так далее здесь уже это введено в перечень печатных форм и еще один момент на котором очень хочется остановиться перед тем как мы с вами перервемся нет мы не будем сохранять до сих пор до сих пор